Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Зима, несомненно, это то самое необычное время года, в котором, несмотря на холод, летящий в глаза снег и откапываемые пудрам машины, мы все равно находим какую-то прелесть. А в тех же самых сугробах особое очарование. Ну и, конечно же, именно зимой вытаскиваем на белый свет лыжи и чаще вспоминаем про коньки. И вопреки тому, что в этом году настоящей зимой пока совсем не пахнет, в нашем городе прошли соревнования по фигурному катанию. Во дворце спорта «Олимпийский» прошло открытое личное первенство Рязанской области по фигурному катанию. Дети в возрасте от 6 до 17 лет из Липецкой, Воронежской, Тульской, Московской, Тверской, Орловской и, конечно же, Рязанской областей показывали свое мастерство на ледовой арене. Каждый участник выступает с программами. Эти программы непосредственно оцениваются с технической стороны. Это элементы, но также и их артистичность, и компоненты, соответственно. Смотреть выступление было по-настоящему интересно, а выбрать лучших непросто. Старались все. За каждым движением юных фигуристов и фигуристок внимательно следило жюри. Оценивали как технику, так и хореографию. «Судьи у нас и рязанские, и приезжие. То есть бригада судей, которые имеют квалификацию и разрешение на проведение и судейство данных соревнований. Присуждается первое, второе, третье место по каждому разряду, начиная с третьего юношеского по КМС. И непосредственно те спортсмены, которые показали результаты своей квалификации, будут присуждены разрядам». В юношеских разрядах спортсмены выступали по произвольной программе, а в старших спортивных разрядах – короткая и произвольная программа в два дня. Как и во всероссийских соревнованиях, которые включены в Олимпийские игры. Кстати, Олимпийские игры 2014 года, во время которых российские фигуристы в Сочи заняли все высшие ступени пьедестала почета, не только доказали в очередной раз мастерство наших спортсменов, но и усилили любовь к этому виду спорта у совсем еще маленьких фигуристов. А многим наверняка захотелось тут же встать на коньки, ну или хотя бы отдать в секцию фигурного катания своего ребенка. «Я хотела стать чемпионкой». «Ну а чем тебе вообще это нравится? Ты смотрела, может быть, по телевизору?» «По телевизору смотрела». «Ну а чем? Чем тебе фантазит?» «Ну прыжки как делают, вращения, элементы, программу катают». «Сама долго тренировалась?» «Да». «Ну расскажи немножко вот о тренировке, то есть как это было сложно, не сложно вот для тебя. Что, может быть, было самое сложное?» «Самое сложное – это прыгать двойной рутс и двойной флип». Несомненно, фигурное катание – очень красивый и завораживающий вид спорта, а еще гармоничный. С одной стороны он развивает мышечную силу, а с другой учит грациозности, сосредоточенности и координации. И на самом деле дело это достаточно нелегкое. Выносливо, сила, ловкость, ну и, конечно же, самое главное – не бояться учиться и даже не бояться падать. И, как и любой спорт, это тяжкий труд, который закаляет характер, учит не сдаваться, а не идти прямым курсом к своей мечте. Конечно, бывают как взлеты, так и падения, и даже травмы. Но это не пугает ребят, они стремятся к победе. Каждое движение репетировали долго и упорно. Фигурное катание для них – это то, без чего уже трудно себя представить. «А что дает тебе фигурное катание? Какие эмоции ты получаешь? Вот просто расскажи». «Ну, радость, восхищение, можно так сказать, и много всего, что не объяснить даже». «Мне нравится он, потому что он как бы опасный еще немного, а я люблю опасное». «И этот спорт мне очень нравится. Я люблю им очень заниматься. Многие вращения есть, прыжки». «И не зря полгода у нас зима. Коньки с давних пор считаются одним из главных атрибутов этого времени года. А истоки этого вида спорта лежат в далеком прошлом и уходят корнями в бронзовый век. Самые древние коньки были обнаружены на берегу Южного Буга, недалеко от Одессы. В Россию фигурное катание на коньках привез из Европы Петр I. В 1865 году в Юсуповском саду на Садовой улице был открыт первый в России общественный каток. А первым в истории олимпийским чемпионом стал Николай Панин-Каламеткин. Он выиграл золото на играх четвертой Олимпиады Олимпийских игр 1908 года в Лондоне в соревновательной программе, которая называлась «Специальные фигуры». Ну а в наше время появляется все больше и больше желающих, если и не стать профессиональными фигуристами, то хотя бы попробовать встать на коньки и прочувствовать те самые захватывающие эмоции от скольжения по льдам, которые возможны только в этом виде спорта. Не только фигуристами славится земля русская. Еще немного о достижениях рязанцев в зимних видах спорта. Лыжник Илья Черноусов, представляющий Рязанскую область, выиграл две гонки в Финляндии. Спортсмен первенствовал на дистанции 15 километров свободным стилем, на минуту опередив соотечественника Алексея Чероткина. Также он стал лучшим на классической десятке, выиграв у хозяина трассы Каривариса 43,2 секунды. Напомним, Черноусов не попал в сборную России на стартовые этапы Кубка мира. А в первом этапе, прошедшем финской руки, приняла участие представительница Рязанской области Наталья Матвеевна. Соревнования прошли в формате мини-тура. Результаты опубликовала Международная федерация. Лыжница не прошла квалификацию своего коронного спринта, показав 34-е время. Затем заняла 41-е место в гонке на 5 километров и 40-е на дистанции вдвое длиннее. Напомним, что лыжные гонки являются базовым видом спорта на Рязанской области. А хоккейный клуб Рязани одержал пятую крупную победу в сезоне. В четверг, 10 декабря, хоккеисты в Саратове переиграли «Кристалл» со счетом 5-1. Счет в середине первого периода открыл Александр Лебедев, оказавшийся самым расторопным на пятачке. В середине второго отличился 19-летний Максим Рыжков, которому ассистировали ровесник Артем Ильенко и Дмитрий Филатов. В итоге 2-0. На 46-й минуте хозяева отыграли одну шайбу, но переломить ход матча не смогли. В последние 10-ти минутки рязанская команда трижды поразила ворота «Кристалла». Сначала Филатову дался дальний бросок, затем Иван Петраков воспользовался ошибкой обороны, а еще через 55 секунд Никита Манухов забил при игре 4 на 4. Главный тренер Вячеслав Уваев поблагодарил хоккеистов за хорошую игру в боевом матче. По его мнению, ключевым моментом стала третья шайба. Удалось быстро ответить на гол соперника. А ВХЛ признала защитника хоккейного клуба «Рязань» Ивана Коренкова лучшим в своем амплуа на прошлой неделе, сообщил сайт Лиги. Выбор сделали на основе статистических данных и опроса экспертов. Также лауреатами стали вратарь «Дизель» Олег Назаров и форвард «Ишстали» Артем Воробьев. Лучшим молодым игроком признали нападающего Романа Николаева из Балаш-Шахинского «Динамо». На прошлой неделе Коренков сыграл два матча, в одном из которых заработал показатель полезности плюс 5. Всего в этом сезоне 30-летний защитник провел 31 игру. Ранее в этом сезоне игроками недели становились вратарь хоккейного клуба «Рязань» Юрий Петров и форвард Евгений Чесалин. Богатым и бойцовскими достижениями стал месяц декабрь. Например, спортсмены клуба «Арта» не единожды показали высокий класс на престижных соревнованиях. Рязанский боксер-супертяжеловес Андрей Дрючин успешно дебютировал на профессиональном ринге. На турнире в Перми он в первом раунде нокаутировал чемпиона края среди любителей Дмитрия Баландина. Бой продолжался меньше минуты. Сначала рязанец ударами в голову отправил хозяина ринга в нокдаун. Тот встал, но после еще одной серии вновь упал и больше не смог продолжать поединок. За победу Антон Дрючин получил кубок. А рязанский боец ММА Михаил Коробков разошелся миром с бразильцем на престижном турнире в Питере. Михаил Коробков провел первый поединок под эгидой одной из крупнейших промоутерских организаций мира М1 Global. На турнире серии М1 Challenge он встретился с бразильцем Родригом Агальяшем. Арбитры зафиксировали ничью. В первом раунде рязанцу удались хороший удар, сбившись с ног противника, бросок захватом и несколько серий. Во втором активнее был бразилец. В одном из эпизодов Михаилу пришлось уходить от удушающего приема. Последний раунд вышел равным. Это был красивый бой, насыщенный ударами, нокдаунами, падениями, борьбой в стойке и портере, отметили в рязанском клубе арта, где тренируется спортсмен. Поединок стал для него десятым в профессиональной карьере, все предыдущие он выиграл. Накануне турнира Михаил подписал контракт с М1 Global. Словом, спортсмены клуба арта продолжают показывать высокий класс. Напомним, еще один рязанский боец ММА Николай Савилов в конце ноября одержал победу на турнире «Битва за Воронеж». Он нокаутировал местного спортсмена Артема Шишкина. Во втором раунде тяжеловес зажал соперника в углу ринга и нанес несколько ударов, после которых воронежец не смог продолжить поединок. Для рязанца эта победа стала третьей в пяти профессиональных боях. То, что в здоровом теле, здоровый дух, конечно, неоспоримо. Заниматься спортом модно и престижно, а людям, достигшие высоких спортивных результатов, всегда ценятся и поощряются в нашем обществе. Так в Рязани состоялась церемония чествования лучших спортсменов, тренеров и федерации по итогам 2015 года «Курс на Рио». Рязанская область богата спортсменами международного уровня, и многие из них уже усердно готовятся к следующим летним олимпийским и паралимпийским играм, которые пройдут в Рио-де-Жанейро в 2016 году. 10 декабря в банкет-холле «Виктори Холл» состоялась церемония чествования лучших спортсменов, тренеров, представителей Федерации по видам спорта Рязани и Рязанской области по итогам года. Награждение было представлено в бразильском стиле. Гостей встречали девушки в бразильских карнавальных костюмах. В творческой программе звучали латиноамериканские мелодии. В начале церемонии участников торжественного собрания приветствовал губернатор области Олег Ковалев. Добрый вечер и день еще, уважаемые спортсмены, тренеры, руководители Федерации, общественники, которые сегодня здесь присутствуют. Сегодня мы собрались для того, чтобы попочерствовать немножко, наградить наших лучших спортсменов, тренеров, представителей спортивной федерации, которые своей работой достигли высоких результатов, хороших результатов в этом году. Также Олег Ковалев сообщил, что в 2016 году начнется строительство центра единоборств. Кроме того, правительство региона намерено создать Академию футбола, которая станет базой для профессиональных рязанских команд и для талантливого молодого поколения. Все 8 лет, которые я работаю губернатором, мечтал построить еще и, значит, построить центр художественной гимнастики. Я встречался и с Венером, и мы обсуждали, как этот центр должен быть выглядеть, как его спроектировать, как лучше сделать. Но не доходят руки никак, а наши художницы показывают великолепные результаты, и вот не хочется потерять их нам на этом пути. Далее состоялась церемония награждения памятного знака губернатора Рязанской области за успешное выступление на Всемирных Паралимпийских играх удостоены заслуженный мастер спорта России Мария Богачева и ее тренер Юлия Богачева. Мария Богачева подарила Олегу Ковалеву копию своей медали, завоеванной на чемпионате мира. Благодарность губернатора Рязанской области была объявлена тренером-преподавателем Галине Муравлевой и Алексею Панюшину, спортсменам Андрею Сачкову, Надежде Семеновой и Александру Спицыну. Документы и знаки мастер спорта России международного класса Олег Ковалев вручил дзюдоисту Андрею Волкову и гимнастке Ирине Шелохвост. Затем были вручены награды по итогам областного смотра конкурса за 2015 год. Здесь были отмечены 10 лучших спортсменов, чемпионов олимпийских видов спорта и 10 сильнейших спортсменов с ограниченными возможностями. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми, и всегда у вас открывается второе дыхание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА